Застать ОМОНовца врасплох практически невозможно. И напугать получится вряд ли. Разве что вот эти женщины в медицинских халатах крутят ими, как хотят. И здоровые мужчины вдруг ведут себя, как послушные дети. Волнение определенное присутствует, потому что все равно, как бы то ни было, стараешься сделать хорошим людям, поэтому все равно волнение присутствует, так назначено. Слушатели Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Московской области на кровосдачу приходят с завидным постоянством. И такие кадры в отделении приливания крови на вес золота. Молодые, здоровые, до и после процедуры шутят. Кажется даже, что мероприятие им в потеху. Подполковник полиции Владимир Дедловский всегда приезжает со своими бойцами на сдачу. Уверен, что помогает при этом не только тем, кто в крови нуждается. В первую очередь это как бы полезно для самих себя, для обновления организма. Ну а основным я считаю, что как бы это помощь другим, тем, которые непосредственно как бы нуждаются в этом. И я считаю, что это необходимо. Каждый нормальный человек, в принципе, обязан это делать, чтобы помогать другим. И в словах подполковника истины немало. Медики уверяют, доноры действительно омолаживаются за счет регулярных кровопотерь. В тот момент, когда донор сдает кровь, у него из костного мозга отшуровываются юные эритроциты. В среднем эритроцит живет 120 дней, но юный эритроцит, он отличается от пожилого эритроцита тем, что он очень эластичный. И он может свернуться в трубочку и проникнуть в самые мелкие капилляры. И таким образом улучшить кровоснабжение жизненно важных органов, таких как мозг, головной мозг, спиной, сердце, почки, печень. Внутреннее омоложение рекомендовано для постоянных доноров 5 раз в год для мужчин, 4 раза для женщин. В базе данных только Ленинского района порядка 3 тысяч доноров. Примерно 125 из них сдают кровь регулярно. Почетный донор России Евгений Трусов, например, уж и со счету сбился более 50 раз за последние 20 лет. Еще бы раз сдал, мало берут. Мало, немного. Из новичка, из донора со стажем берут 450 мл. Требования к кандидату на сдачу самые высокие с точки зрения здоровья. Если противопоказаний нет, то в любом пункте переливания крови всегда рады видеть желающих. Для бесперебойного обеспечения материалом для Видновской больницы и роддома надо, чтобы в день было сдано около 3 литров крови. Это 5-7 доноров в день. На процедуру, в том числе и первичное обследование, уйдет 40 минут. 40 минут личного времени донора и, как результат, чья-то спасенная жизнь. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.